Всем салам, с вами Сейд и Зоур, и сегодня я вам расскажу как быстро и просто сделать стебы для DabTechno, которые будут звучать примерно вот так. Перед нами стандартный пресет оперейтора, давайте послушаем, как он будет звучать. Так, для начала изменим SineWave на Saw8, для меня он показался наиболее подходящим, и понизим на октаву. Так, теперь давайте займемся огибающей, добавим немножечко релиза, я думаю, так секунда 30, секунда 25 примерно будет отлично, давайте послушаем. Так, теперь главная, одна из основных особенностей данного саунда, это фильтр. Снижаем значение практически до нуля, и также у нас тут к фильтру идет огибающая. Обязательно Envelope подкрутим, то есть это насколько огибающе влияет на фильтр. Думаю, этого будет достаточно. И также одна небольшая фишка, мы немного изменим тональность, то есть прикрепим тональность к LFO, и она будет немножечко меняться с течением времени. И временами SineWave будет строить немножечко, будет немножечко отональным, что придаст, я думаю, эмуляцию такого кассетного звучания, что очень хорошо вписывается в эстетику TapTechno. Так, включим LFO. Rate сделаем в районе 25 примерно. Давайте я вам сделаю побольше, чтобы вы слышали, как это работает. Это в районе 25, и это оптимальное звучание, которое создает данный эффект, и при этом SineWave все-таки находится в тональности. Так, все, базовый у нас синтез готов. Давайте теперь перейдем к эффектам. Давайте используем автофильтр, переведем его в ночь, выберем примерно около 1К. Также выберем LFO, чтобы наш фильтр с течением времени менялся, и это делает звук более живым. То есть кажется, что он постоянно меняется. Вы сами можете сейчас это услышать. Мне кажется, так звучит интересно. И теперь тоже одна из базовых вещей TapTechno. Это, конечно же, дилей. Я предпочитаю использовать триольный дилей. Один канал, шесть. Давайте сделаем, чтобы они не синхронизировались друг с другом. Так, один канал, шесть. Другой канал, три. Но также вы можете использовать несинхронизированное время, то есть абсолютно самим крутить. Это на ваш вкус. Давайте послушаем, как оно звучит теперь. Извиняюсь, вместо четверки тройка. Уже начинает быть похожим. И, конечно же, обязательно нам понадобится Reverb. Так, отключаем Horus, Diffusion. Quality можно выбрать Mid. Отключаем Spin. И обрезаем лишние частоты. Нас интересуют средние и высокие. Давайте послушаем. И давайте послушаем, как это будет звучать в миксе. Вот и все. Буквально за пять минут мы создали с вами отличный классический Dub Techno Step. Все, что я показал, вы можете абсолютно настраивать на свой вкус. Я просто показал как бы базу. Вы можете играть и с ревербом, и с дилеем. И автоматизировать всякие значения в самом синтезаторе. Так что все на ваш вкус. С вами был Сайдезоур. Спасибо за просмотр. Всем до новых встреч.